Зомби-тема 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 Балагана заключительные титры из этой шикарнейшей киноленты, где и объясняется, что к чему. В 1981 году в Италии издали книгу предсказаний «Черного паука». Книга оказалась настолько популярной, что через три года ее переиздали повторно. Вот как раз кусок этого предсказания режиссер Андреа Бьянки использовал в конце своего фильма. И все облегченно вздохнули. И так сойдет. Браво! Этим и объясняется такая сверхъестественность и интеллект в головах у мертвых. Просмотр данной киноленты противопоказан людям со слабой психикой, детям, женщинам, беременным женщинам, впечатлительным людям и всем-всем-всем, кто любит что-то кушать за просмотром фильмов. Да, не ждите шикарных взрывов, погонь по улицам Рима или драматических изысков в стиле Станиславского или Страсберга. Это бюджетная постановка. Кино, снятое среди старых гобеленов и портьер, но снято агрессивно и порой шокирующе. Ну вот, несмотря на все недочеты, это один из лучших итальянских зомби-фильмов. Непредсказуемый, печальный и очень красивый. Содержит массу насилия, сцены инцеста, короткие сексуальные сцены, а также много-много жестокости. Снятый в максимально короткие сроки и попытавшийся с переменным успехом вобрать в себя лучшее и худшее из уже снятого ранее. Этому фильму удалось стать желанным в коллекции фанатов евро-хоррора и ценителей зомби-фильмов. Вот так вот. А поскольку спрос рождает предложение, данная кинолента уже увековечила себя на всех современных цифровых носителях в лучшем виде. И это значит, что мы можем наслаждаться осадой замка мертвецами в лучах красивого заходящего солнца среди сочных зеленых зарослей. Я рекомендую просмотр этой киноленты исключительно фанатам зомби-кинокартин. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Удачи!